Ой, ты видел мангер? Прикольно! Ой, ты видел мангер? Прикольно! Ой, ты видел мангер? Прикольно! Иди так, какая разница? Да всё, я уже начал Вот так вот мы начинаем Ребята, всем привет! С вами Варпач и Катя И мы направляемся на стендап Стендап! Please stand up! Это странное такое слово Я впервые вообще собираюсь идти на какое-то подобное мероприятие Увидел я его у друга ВКонтакте Списались с организаторами И они согласились, чтобы я пришел И немножко поснимал для них Мне самому будет интересно Для меня это что-то новое И так как я видеоблогер, мне нужно поучиться шутка Шутки шутить Шуточки шутить, короче Вот, и я пойду потырю шутки у людей, которые там выступают И я смогу выдавать их за свои Это профит Вот Ну и сейчас пойдем быстрее Сейчас красный загорелся Это здание находится Тут только кору видно Студия 42 называется клуб Именно там будет проходить этот стендап Там мы с вами уже и продолжим На входе Мы немного опаздываем А как всегда важные Самые важные персоны Обязаны опаздывать Надеюсь организатор это не посмотрит А он это посмотрит Привет, чувак Вот Короче, мы все Отправляемся туда Вход с другой стороны Здесь что-то народ тусует Все, мы идем туда Заходим И уже оттуда начну съемку Знаете, я очень благодарен всем своим бывшим девушкам За то, что они терпели мой характер Ни одна не выдержала Одна даже не выдержала настолько, что стала лесбиянкой Я нисколько не вру Это чистая правда И когда я вспоминаю наше расставание Мне становится смешно Потому что там был примерно вот такой диалог Она мне говорит Саш, понимаешь Дело не в тебе Дело даже во мне Дело даже в том, что я не хочу, чтобы что-то было во мне Просто понимаешь, когда ты вошел в мою жизнь Я почувствовал, что я тоже хочу войти в чью-то Ну вы поняли вообще Я бы сразу хотел начать со своей проблемы Ну, трудно это скрыть Я лопоухий И мне это в жизни не мешает Но проблема в том, что я живу в Междулеченске И когда я в очередном дворе слышу фразу Эй, слышь? Мне не отвертеться Ну, как бы по мне видно, что я слышу Даже больше скажу Я услышал их еще в соседнем дворе Когда я остался со своей девушкой Просто мы договорились написать список С кем мы можем друг другу изменить Я написал Меган Фокс, Бейонси, Скарет Йоханссон А она написала Серегу, Антоху, Пашу, моих друзей У меня есть подруга, она работает в школе моделей И там учат ходить на каблуках и с книгой на голове Вам не кажется, что это странное применение литературы? Может, подсознательно эти девушки тянутся к книгам, но не знают, как они работают? И вы видели фотографии этих девушек? Я знаю Я знаю Знаете, было бы прикольно, если бы сделали проституточный фикс прайс Ты идешь такой довольный, как бы понимаешь, что денег у тебя хватает Смотришь, везде одна и та же цена Оп, один плюс один видать уже срок годности подходит И знаете, можно было бы побеседовать с Кассишей, к примеру А вон той рыженькой сколько процентов жирности? Я тут вот что заметил Теперь на остановках группоры стали вещать о правилах поведения при наводнении И знаете, я не придираюсь, но зачем это делать в населенном пункте, где большинство людей живет в многоэтажных бетонных домах В смысле, не поймите неправильно, если вдруг что Эти правила будут последним, о чем я подумаю А что нам там передавали на случай наводнения? Ммм, ждать спасателей? Отлично! Я как раз вижу одного Правда, он плывет лицом вниз и как-то медленно И мне кажется, он просто устал или не очень любит работу Мне кажется, нужно пригласить его к нам в гости Он же все-таки нас спасает Разве мы можем быть такими негостеприимными? Сомневаюсь в этом И знаете, я с детства не любил детский сад Единственное, что мне нравилось в детском саду, это возможность показывать другим пичку Ну, мне надо меня осуждать, как бы это были лихие девяностые Да, было круто Не говорим Просто девочки, когда видели меня в костюме Адама Они хихикали и убегали Вы знаете, время идет, а ситуация не меняется Ну, близко особо тоже Обидно Давайте пойдем дальше, что меня бесит Меня еще бесит, когда происходит такая ситуация Друзья мои, всем огромное спасибо! С удовольствием представляю тех, кто Радовал вас сегодня А именно Максим Топков, город Кемерово Никита Климедев, город Новый Кузнец Меня Аберина, город Новый Кузнец Серега Аснявов, город Новый Кузнец Павел Старин, город Новый Кузнец Захар Рубцов, город Новый Кузнец И Анатолий Чеок, город Междуреченск Приходи к нам, скорее Друзья мои, наш клуб полнится новыми участниками Будем рады видеть всех, кто захочет прийти и поучаствовать Александр Милоградов, друзья Спасибо большое Приходите к нам чаще, мы любим вас смешить Мы вас всех очень любим И поклон Всем пока! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот и закончился стендап Ребят, а это Андреев Тот самый организатор, который позвал меня сюда. Это безумно круто. Как вам сегодняшний выступление? Супер, все было отлично. Мы вас ждем 29 мая. Вы еще один учебник. Каждый месяц. Ребята, обязательно приходите. Ссылочка будет в описании. Вступайте в группу ВКонтакте. У вас на группу здоровая. Просто куча человек. Ребята, вступайте. Барпач одобряет. Огромное спасибо Андрею за то, что вас... Ставим лайки. Ставим лайки, классы и все такое. Спасибо огромное Андрею за то, что послал меня и Катю. Катя, конечно, на данное выступление. Куча ребят уступал. Я не знаю, как я это все нарежу. Но вот это лицо заполнить его просто. Это крутой человек. Ребята, все. Вот там вот ребята. Вот там вот я, Андрей и Катя. И все. Я пошел и что-нибудь по пути вам еще расскажу. Это классно, на самом деле, что он всем рассказывается по пути. А если бы он стоял и всем рассказывал, то это будет классно. А ты потом смотри, подписывайся на канал. Меня смотрят с... По-сам деле, у них там порядка Кенон. Такой небольшой... Тебе не нравится? Нет, я просто думал, что ты будешь ходить с какой-нибудь волыны. И ты знаешь, сколько эта штука стоит? У тебя, сколько человек смотрит вообще? 78 тысяч человек. Так, а ты кто такой? А теперь я, кто такой, да? Я видеоблокер. Видеоблокер. Видеоблокер, ладно. Все, ребята, вот мы выходим из данного листа на 40 ватт. Прямо как название региона. Так, главное не ударить. Вот обыдущий пизяков. Сейчас много всяких ребят выступило. В принципе, мне это понравилось. Сейчас надо пройти. Так, мы идем куда сейчас пойдем. Сейчас не могут. Пойдем туда. Сейчас по пути все вам расскажу. Короче говоря. Я устала улыбаться. Я не устала смеяться. Ну, было, да, было круто. Некоторые шутки, вот так буду снимать. Некоторые шутки, некоторые патчлайны, они не зашли, потому что сидела взрослая аудитория. Это вот чисто мое мнение. Народ, это в принципе ресторан. Некоторые народ, там, люди были не совсем адекватные, нетрезвые даже, я бы сказал. Ребята шутили, молодец. Если кто-то из ребят вообще смотрит, это безумно лайк. Огромный всем респект. Что я хотел сказать. Прикольно. Вот мне понравилось личное выступление парня, который вот был молодой и шутил про член. Шутки про член, говно. И всякие такие пошлости, они всегда заходят и всегда заходили. Даже для взрослой аудитории такие шутки заходят. Это всем на приметку, я не знаю, как сказать. Сам я не какой-то крутой шутник, чтобы судить все ребят, которые вышли, осмелились встать у микрофона. Я просто какой-то, ну, любитель такой, который идет с камерой. Я делаю это все на палку и снимаю. Пока только добился я такого формата. Я изначально сказал, что я пошел туда послушать шутки. Я хочу научиться шутить. То есть я пошел туда за опытом от ребят, которые, ну, уже как-никак они на сцене. Они понимают толк в юморе, хоть какой-то, в отличие от меня. Вот. У этих ребят также есть открытый микрофон, где каждый желающий может пойти и просто встать у микрофона и выдать свои шутки. Ребята, в ближайшее время выйдет видео о том, как я поеду в Москву. Точнее, полечу. Сегодня мы когда ехали в автобусе, я задумался об этом и мне стало что-то страшно. Это самолет. Ну, все, выпустится отдельное видео по поводу Москвы. С кем я туда поеду, что я туда поеду. И я поеду, наверное, через Новосибирск, потому что там дешевле билеты в аэропорт. Ну, вот я пока заканчиваю. Продолжим где-нибудь потом. Стеремник. Ребята, я пока шоу, у меня просто загорелась идея, я достал камеру такой. Камера включись. Решил рассказать о том, что, блин, я чуть не задумался о том, что Андрей, он взрослый человек и он шарит в лайках, классах и вообще группах ВКонтакте. Это круто. Сейчас очень мало человека, я не скажу, что он какой-то старый, но он такой, за 20. Вот, который реально рубит фишку, который понимает, в чем дело, как завести народ, как его куда-то созвать. Вот, вот о чем я говорю. Я не знаю, я не смогу донести мысль, ну-ка, поддержи меня. Нет, ну, все то, что у нас вообще, допустим, кому больше 25, они, ну, вроде на Кузнецке, они все такие забитые, как бы. Да, просто завод работает. Да, ну, многие даже не знают, что такое вообще интернет там, ну, в смысле. Контакты, вот это все, социальные сети, поэтому для нас это как-то... Для нашего города это как Москва и деревня, которая находится в плане, что это там. Вот, лично этим у папой, вот так это сказать, ну-ка, что-нибудь расскажу, я ничего не могу рассказать. Он бы не так, он бы сказал, убери камеру. Ты хочешь, чтобы эти камеру разбил, что ли? Убери камеру. Да, так бы было. Мой папа не такой. Нет, ну, я, в принципе, про людей, которые, ну, взрослые, да, мы-то с вами дети вообще, ребятишки, те, кто смотрят, и я вообще сам маленький еще, хоть маленький, стеснительный. Вот. Что ты еще хотел сказать? А-а-а, забыл. Скажу потом. Скажу потом. Катя, пока, пока. Ну вот, я и дома, в домашней атмосфере, в домашней студии, если можно так назвать. Можно собрать все свои мысли в кучу и подвести итог сегодняшнего стендапа. Я сегодня, в принципе, этот ролик можно назвать стендапом. Сегодня 15 мая, в этот же день вы это все увидите. Правда, поздно я это все выложу, потому что мне это сейчас еще монтировать. Вот, друзья. Что хотел сказать. Я нахрен к чертям сбил все счетчики на ютубе. Там какое-то немыслимое количество просмотров на конкурсе, а у меня сломались все счетчики. Просто полетели. Лайки работают, комментарии работают, а счетчики просмотров просто полетели. Знаете, когда они летят? Когда просмотры сумасшедшие. И это действительно так. Кто еще не видел, заходите вот прям сейчас на меня тыкайте, короче. Прям на меня вот так вот тыкайте. Только не на лицо. Короче, тыкайте на меня и увидите этот ролик, конкурс, где мы вместе с компанией Sony разыгрываем замечательные игры, которые находятся здесь. Не буду их доставать, буду сильно шуметь. Ладно, достану. Вот, вот эти, те замечательные диски, которые мы разыгрываем от Sony. Заходите, смотрите, участвуйте, репостите. Вот, что я хотел сказать. Еще раз хочу выразить огромную благодарность организатору Андрею за то, что позвал нас на это мероприятие. Это мой первый стендап, и я не могу делать какие-то суждения, круто это или не круто, ребята выступили. Но мне выступление понравилось, было весело. Вот, знаете, смотреть на видео это одно, надо приходить и смотреть вживую. Это смотрится совершенно по-другому. Ты ощущаешь атмосферу, ты смотришь реакцию людей. Опять же, повторюсь, что люди там были неоднозначные, кто-то был подвыпивший, и было, грубо говоря, неуважение к человеку, который выступал. Ребята молодцы, они справились, они смогли перебороть вот это вот не то, что волнение, а когда ты выходишь на сцену, ты ждешь поддержки. Это как команда, которая играет, футболисты, хоккеисты, они, болельщики, их подбадривают. И вот таких людей, которые выступают на сцене, их нужно подбадривать. Не нужно кричать им вслед всяких гадостей, типа, ты мобол, пиздобол, иди нахер отсюда, ты не умеешь играть на гитаре, как там чуваку кричали. Нет, он на гитаре играет отлично, и шутки он отлично выдавал. Хорошо зашли шутки про всякие невинности, про подростковую там жизнь, про... Ну, вы сами все это услышите, вы услышали это уже. Вот. Приходите на стендап, ребята. Если вот вы живете в городе Новокузненске, всем советую, билеты там, вообще смешная цена от 150 рублей. Это, не знаю, если вы курите, одна пачка сигаретная, ну, может быть, две пачки сигарет. Я не курю, и поэтому хожу на стендап. Вот. Ссылочки будут, конечно же, в описании. Что я для себя извлек из сегодняшнего стендапа? То, что работа с публикой. Работа с публикой. Стендап, это, знаете, это такая штука. Тут не сильно важна сама шутка, тут главная ее подача, как ты подаешь эту шутку. Как люди реагируют на нее. И парочку ребят, когда им вслед что-то кричали, они могли выпутаться, подковырнуть и вывести это в смех. Это огромнейших трудов стоит, потому что вот это волнение, вот эта сцена, свет на тебя давит. Камеры снимают, фотографируют. И ты должен со всем этим побороться. И ты должен еще какую-то шутку придумать. Это тяжело, ребята. Всем, кто выступил, огромный респект. Ребята, продолжайте в том же духе. Те, кто выступил в первый раз, у вас отлично получилось. Опять же, продолжайте. Мне, кстати, кто-то сказал, там вот парень с гитарой, который был, типа, кто я такой? Я видеоблогер из города Новокузнецка. Меня зовут Кирилл Петров. И, ребята, всем спасибо, что посмотрели этот ролик. С вами был Кирилл. Ну, или Варпач, кому как удобно. Меня больше знают, наверное, как Варпач. Ждите, скоро будет видео о поездке в Москву. И там уже и за границу. Ну, короче, ждите. Много сюрпризов будет, много шоу с Хромакеем, все дела. Все, ребята. Спасибо за просмотр. С вами был Кирилл. И я пошел. Краткая сестра таланта. У меня нет таланта, еб твою мать. Я не умею заканчивать. Постоянно какую-то херню несу. Вот наслушался стендапов, теперь ругаться на камеру стал. Ходите на стендапы. Ругаться это клево. Писька, член, вагина.